приветствую вас народ с вами варчик сейчас расскажу вам последние интересные новости в игре мир танков ну а вначале расскажу вам про розырыши золота и они ближайшее время будут происходить в основном на vk play life на моем канале во время стримов смотрите стрим получаете баллы канала за баллы канала выбирайте себе в награду золото и потом через время я ваши ники отправляю вы получать свою голду разыгрывать золото в видео ближайшее время не планирую это неудобно это по времени тяжело и силы на это тратить не хочется тем более видео мне деньги не приносят никакие хочу делать видосы легко быстро без напряга сделал вы свои новости посмотрели или ай да какие нибудь если мне есть о чем рассказать и все засирать видосы всякой фигней не хочу хочу чтобы они были концентрированные без всякой пурги поэтому поехали к новостям первая новость изменения ников неактивных игроков панику наводить не стоит во многих играх такое происходит нелестно додумалась до такого не они первооткрыватели когда был еще варгейминг такое происходило как минимум один раз я точно помню было никнейм и неактивных игроков сбрасывались на ренейм и циферки сейчас будет тоже самое неактивных игроков переименуют в ренейм от юзер циферки их никнеймы освободятся и можно будет их себе забрать под таким соусом все время это подается но можно на это посмотреть и под другим углом если у вас есть какие-то старые аккаунты которые вы уже там год на них не заходили или вообще очень старые аккаунты и вы хотите сохранить на них свой ник то стоит зайти в игру получить танчик кировец 1 это первое что хотелось бы получить а второе то можно сохранить свой ник но если вы наоборот хотите бесплатно переименоваться то наоборот не стоит в игру заходить до 5 ноября вот уже включая 6 ноября можно будет зайти бесплатно не к себе переименоваться в другой какой-то но если вы хотите сохранить свой никто до 5 ноября наоборот нужно зайти тоже нужно не забывать еще что если вы не зайдете до 20 октября в игру то вы не получите Кировец 1, если не играли в игру 100 дней и более. То есть, если у вас какие-то есть старые аккаунты или твинки, то не забудьте зайти до 20 октября в игру и получить Кировец 1. Следующая новость, это вернем 10% золота, время тратить. Называется эта новость так. Акция продлится со 2 октября по 5 октября. То есть, она уже стартовала. Грубо говоря, нужно зайти на сайт, нажать кнопку и вы уже участник. Под видео оставлю ссылку. Можете перейти, нажать кнопку. Хуже от этого не будет. Может быть часть какого-то золота вернется. Если вы снимаете оборудование за золото, переводите в свободку, какие-то танки за золото покупаете. Короче, все возможные операции с золотом, даже смена никнейма. 10% золота вам вернется. Единственное, что не учитывается, если вы получаете танк, который у вас уже есть, он компенсируется в золоте, то вот это вот не учитывается в этой акции. Если вы потратили золото утром 2 октября или поздно узнали про эту акцию, ничего страшного. Главное эту кнопку нажать до завершения этой акции. Как только 2 октября доступает, прям 1 минута вот все, и вы тратили с этого периода золото по самую последнюю минуту 5 октября, то весь этот период учитывается и 10% золота вам потом вернется. Но вернется не скоро, не позднее 20 октября. 23.59 МСК. Подобная акция уже была, то ли на боны, то ли еще на что-то. В общем самое главное зайти, кнопку нажать, что-то вернется, вернется, не вернется, не вернется. Либо если вы собираетесь там ник менять или еще что-то делать. Итак, теперь расскажу, что нас ждет в начале октября. Со 2 по 9 октября боевые задачи Танкарад с активацией по кнопке. Ссылку добавлю в описании. Там 3 несложных задания. Тем более их можно будет выполнять каждый день по многу раз. Первые 2 задания 5 раз в день можно выполнять. Они увеличат коэффициент опыта обычного и коэффициент опыта экипажа. То есть 5 раз в день сможете больше опыта фармить, если вы качаете танки или экипаж или в принципе оно вам не помешает, хуже от этого не будет. Первые 2 задачки вообще простенькие. А вот третье задание уже посложнее. Там нужно 15 тысяч чистого опыта заработать. И наградка там конечно уже какая-то существенная. Декальки, инструкции там 100 тысяч серебра. Существенность прям максимальная. Обалдеть вообще, как ваш аккаунт без этого вообще существовал. Также там есть еще какой-то турнир на Т-34 и на КВ-1. Если хотите можете записаться, поучаствовать. Тут уже зайдите на сайт, сами посмотрите и решайте. Это событие приурочено к тому, что больше 80 лет назад был создан самый мощный комбинат по крупносерийному производству тяжелых танков и танковых моторов Танкоград. Там можно посмотреть истории, боевые задачи, турниры. Все в одном месте. С 6 октября по 8 октября Аркада. С 6 октября по 13 октября Трейд ин. Сделаю отдельный видосик. Посмотрим, что там в Трейд ине у нас будет интересного. Будут ли какие-то танки, которые очень выгодно будет менять или нет. В прошлый раз там был очень выгодный обмен одного акционного подарочного бесплатного танка. И это прям была халява. В этот раз я посмотрю танки, поищу для вас какой-то самый крутой обмен, если он будет. В любом случае я сделаю видос и расскажу, что там есть интересного, либо же наоборот ничего. С 9 по 15 октября скидки на 2D стили, а также впервые в продаже 3D стиль. Проект 103 Марлин на премтанк Т-103. Я честно говоря думал, какое-то событие будет, раз там такой кучерявый 3D стиль нарисовали, но его просто будут продавать. С 13 октября по 15 октября Аркада. 17 октября заканчивается сайт событий Лес Чудес. Заканчивается 12 ночи. 18 октября в час МСК ночи завершится натиск сезон Огненного Волка. 18 октября тоже в час ночи заканчивается квалификация и срок линейки боевых задач киберспортирного турнира Легендарная Семерка Голос Пустыни. Ну и 18 октября завершится классический Стальной Охотник, запущенный на весь патч. 18 октября релиз обновления 1.22.1. С 30 октября фан режим Царство Теней. Вот в принципе вот такой вот октябрь нас ждет. Вот я и рассказал все новости, которые на данный момент есть. Пишите свое мнение в комментариях. С вами был Варчик, играть красиво, подписывайтесь, ставьте лайки. Всем удачного дня, пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok